Я всегда стараюсь что-то делать к 9 мая, хотя для меня, конечно, как и для большинства людей на этой планете, это ни в коем случае не праздник. Сегодня, 8 мая, когда я делаю этот ролик, у нас в Европе это день траура и памяти, и именно так и нужно отмечать такие страшные даты, когда человечество понесло такие колоссальные потери. Но завтра, 9 мая, в стране, вставшей с колен, начнется очередная победа Бесия, и мы в очередной раз будем любоваться тем, что выдадут русские, что они покажут миру. Несколько дней тому назад нагайками или плетками упасили как хотели на их мирной демонстрации. Не знаю, где такое могло быть, где-нибудь в Камбодже, в Индии, да я думаю, даже там, наверное, вряд ли бы такое случилось сейчас. Ну вот, в Москве, в столице, конечно, они не такие, какие европейцы, они же сильные, там все мужики такие. Это парижане, там пидоры все, пожгли пол Парижа, когда им что-то не понравилось. Это же русский, русский звучит гордо. И вот, когда я смотрел, как там стегали этих детей, я подумал, нет, наверное, в этот раз, на 9 мая, я ничего такого не буду делать, потому что, ну, просто даже грешно над убогими издеваться, вот. Потому что, ну, народ ущербен. Их гоняют, как баранов. Людей вогнали в состояние быдла полностью. Ну вот, хотелось бы им напомнить, когда будете одевать эту военную форму, напялите на себя пилотки, будете украшать себя ленточками, вспомните, вспомните эти кадры, как вас хлещут по спинам нагайками. Поэтому на этот раз, давайте насладимся очередными кадрами Победы Бесия, как люди сошли с ума, целая страна сошла с ума. Итак, Победа Бесия, страна чудес. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...